Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Отдавайте ей Потому что это может быть суперпуперная школа С там, я не знаю, с какими Уклонами Сейчас школа с уклонами Вообще такое название Вот Но если на младшем звене Вот Когда ваш ребенок идет в школу Нет Учителя С которым вы сходитесь в мировоззрении С которым, похоже, ваше мнение по воспитанию Который, в конце концов, просто любит детей Тогда это будет конкурент. Ваш конкурент. Вам, как родителям, нужен конкурент в лице учителя. Мы нашу младшую дочь отдали в супергимназию в первый класс. Думали, ну там ее научат. Потому что с первого класса и английский, и алгебра, и высшая математика. И мы увидели конкурента. То есть мы увидели, что наша дочь буквально просто, знаете, раздираемая. За два месяца ее буквально сломали. И мы ее отдали в простую школу, которая находится рядом, в соседней здании. Это простая школа. Обычная учительница. Но зато она любит детей. Наша дочь расцвела там, понимаете? И она каждое утро говорит, что хочу в школу, давайте быстрее. Вы что, еще спите, что ли? Четыре утра. Ну пора собираться. Она нас будила, вы знаете, вот это не привлечение. Она будила, хочу в школу. Хочу быстрее к Ремилинчине. Там это все шло со слезами. Понимаете, это очень важно. Вот думать не о каком-то суперобразовании, а в первую очередь думать о формировании характера ребенка, о формировании его личности. Образование – дело наживное. А вот личность не сформировалась, вот потом дров мы уже будем ломать. Да тут, Николай, есть такое неканоническое притчо. Доктор, у меня голова кружится. Я вижу. Это так, к слову. Итак, значит, на этом этапе наступает выбор отношения к жизни. Либо ребенок выбирает для себя предприимчивость, и тогда у него формируется компетентность. Либо он выбирает для себя чувство собственной неполноценности. И тогда у него формируется инертность. И тогда он одевает маски, тогда он становится человеком, который пытается угодить окружающим людям. И вот относительно школы хотел тоже такой момент прочитать. В Швейцарии был такой швейцарский педагог, философ, мыслитель, ферьер. Он жил в самом начале... В конце 19-го, в начале 20-го века. И он написал такой маленький коротенький рассказик, который называется «Школа дьявола». Вот послушайте, как выглядит школа дьявола. Дьявол поручил людям создать школу. И создали школу по наущению дьяволу. И сотворили люди школу так, как велел им дьявол. Ребенок любит природу, поэтому его замкнули в четырех стенах. Ребенку нравится осознавать, что его работа имеет хоть какой-то смысл, поэтому все сделали так, чтобы его активность не приносила никакой пользы. Он не может оставаться без движений, его посадили за парту и принудили к неподвижности. Он любит работать руками, его стали обучать теориям и идеям. Он любит говорить, ему сказали «молчи». Он стремится понять, ему говорят «учи наизусть». Он хотел бы сам искать знания, а ему все дается в готовом виде. И тогда дети научились тому, чему они никогда не научились бы в других условиях. Они научились лгать и притворяться. И вот что произошло. Как и хотел того дьявол, некоторые люди зачахали, стали вялыми, пассивными, утратили всякий интерес к жизни, лишили счастья, здоровья, и пропала любовь и доброта. И мысли стали сухими, серыми, души зачерствели, сердца озлобились, и погибли дети, которые пошли в школу, которую придумал дьявол. Вам это ничего не напоминает? Ну, почему-то у всех ассоциации идут со школой. А в очень большом счёту наш дом, наша семья порой превращается в такую школу. Мы с вами не можем переделать там правительственные какие-то, государственные организации, но мы с вами можем переделать наши дома. Чтобы дома наши дети не были в такой вот атмосфере. Вот это от нас зависит на все сто. Ну, следующий возраст. Ну, может быть, здесь ещё, знаешь, как остановиться на чём можно? Есть такой тест, и нам он очень нравится. Правда, много споров насчёт него. Но если его так смотреть, ну, просто на него смотреть, без всяких психологических вычуров и коррекционных анализов. Ага, вот. Проекционная методика. Называется рисунок семьи. То есть проектируется то, что думает ребёнок на лист бумаги. То есть попросите ребёнка «Нарисуй нашу семью». Положите перед ним ручку или там карандаш, листочек чистой бумаги, скажите «Нарисуй нашу семью». И больше ничего не говорите. Ребёнок будет спрашивать, а где рисовать, а что, а кого рисовать? А кого рисовать? Ничего не говорите. Нашу семью нарисуй. Нарисуй нашу семью, как ты её видишь? И вы знаете, и вот исходя из этого рисунка, вы увидите, как ребёнок видит вашу семью. Если у вас два ребёнка, три или четыре, не удивляйтесь, что каждый из них видит семью по-своему. У нас был однажды в церкви служитель, который возмущался по поводу этой методики. Дело в том, что его сын нарисовал, вот он нарисовал семью, там, братиков, сестрёнок, маму, там, кошку, собаку. Всё это нарисовал в качестве члена семьи. А папа нарисовал с другой стороны. Он говорит, папа-то на служении у нас, его дома нет. И он говорит, видите, как он меня ценит? Он меня даже отдельно с ним. Он говорит, нет, он вас нарисовал отдельно от семьи. Он вас в семье не видит. Ну он так объяснил. Нет, мой сын объяснил, что просто места для папы не хватило. Папа такой большой. Что места ему не хватило. Представляете, папа такой большой, что места ему в семье нет. Вот что видит ребёнок. Он ничего подобного. Я ему скажу, что он неправильно видит. У нас совсем всё по-другому. Я по-другому расставляю приоритеты. Вы можете, как хотите, расставлять приоритеты. Но что видит ребёнок? Он увидел семью. Вы можете доказывать самому себе, что у вас идеальная семья. Но вы дайте ребёнку у леса бумаги, и он нарисует. Как он видит семью. Это не значит, что она точно такая, как он её нарисовал. Но для него она такая. Часто в семье рисуют телевизор, как члены семьи. Посмотрите, ваш ребёнок нарисует телевизор. А может быть, этот телевизор больше всех остальных членов? Это показатель. Если он больше по размеру, чем мама, папа, чем братики и стрёнки, значит, вот он. А ещё если он в центре листа, центральное место телевизора. Это вообще показатель. Однажды просто позвонила тоже одна женщина в прямой эфир, когда я радиослушателям посоветовала, говорю, сделайте сегодня тест и просто посмотрите. Мы говорим, особенно это тест работает где-то лет до 12. Потом это уже не работает он. Вот до 12 лет, где-то лет с 4 уже можно детям предлагать такой вот тест. Надо было с вами его провести, ну ладно. Это тест. Да, ну, вы сделаете это своими детьми, да? И вот интересно, что на следующий день позвонила женщина, говорит, Надежда, вот тут такая вещь, я попросила моих детей нарисовать всех. Вот мой, значит, сын как нарисовал? Он нарисовал дом и меня, я иду домой с цветами. Больше он на этом, ничего он на этом рисунке не нарисовал. Что это значит? Я говорю, знаете, вот я вас не знаю, да, вот вы мне позвонили, но я могу сейчас поставить диагноз. А вы просто отвечаете, правильно или неправильно, я говорю. Я говорю, я могу сказать, что у вас трое детей или больше? Она говорит, да, у меня четверо. Я говорю, я могу сказать, что этот ребенок, который нарисовал семью вот так, он не первый, не последний, он либо второй, или третий. Она, да, это второй ребенок. Я говорю так, и дальше, я говорю, она говорит, откуда вы это знаете? Я говорю, откуда? А потому что обычно внимание каким детям уделяют? первый, первый и последний, маленький. А между ними это просто дети в массе. И вот ваш ребенок в массе. Он нарисовал просто дом, вот она все семьи. И он ждет, когда мама к нему придет с цветами. Я говорю, он не хватает, вашему ребенку просто не хватает вас, как мамы. Вы к ним, как к детям. Каждый ребенок нуждается в личном внимании каждого родителя. И так, что дети, пошли поиграем. Дети кушать. А конкретно, Ванечка, пойдем поговорим. Анечка, как у тебя в школе? Да? Валечка, пойдем я тебе посмотрю, как ты вышиваешь, я тебе покажу вышивку. Вот это личное отношение к каждому ребенку. Она говорит, что же мне теперь делать? Мне сейчас говорите, действительно у меня такое массовое отношение к нему. Исправлять сегодняшнего дня каждый день, хотя бы 15 минут в день, вы на кухне закрываете дверь от всех остальных детей и 15 минут с этим ребенком. Только с ним. Только с ним. Раз остальные дети этого не почувствовали, значит, по какой-то причине именно этот ребенок ощутил себя в массе. Но точно так же следующие 15 минут с следующим ребенком. Да? И со следующим ребенком тоже отдельно, индивидуально. Просто я помню, когда мы узнали об этой методике, мы тоже сделали его своим детям. Тоже принесли, говорим, нарисуйте семью, помнишь? Как нарисовал Настя? Она нас всех нарисовала на диване. Мы все сидим на диване, с улыбающимися лицами, значит, и кот Маркиз, он такой какой-то длинный у нас такой кот, и как бы вот лежит вот так вот у всех на коленях. То есть как бы он нас всех вот объединяет. То есть диван и кот нас объединяет. Вот ее такой рисунок. Оля, знаете, как нас нарисовала? Она лист поделила на четыре части. Прямо так, линией. В одной части мама с папой. Вдвоем. В другой части Настя делает уроки. Третья комната вообще пустая. А в четвертой она с Маркизом играет. Ну, вроде, ничего особенного. Ну, казалось бы, все же есть на картинке. Сетвертый учит уроки. Но вот то, что она нас всех разделила на части, это показатель того, что вы мама с папой вообще отдельно от семьи. Ты, Настя, вообще отдельно от семьи. А, и причем в комнату к Насте была открыта дверь. Вот интересно. В нашей комнате дверь была закрыта, а в комнату к Насте дверь была открыта. И вот тогда мы стали анализировать. То есть мы стали... И мы думаем, вот действительно оно так получилось. Понимаете? Вот оно как-то в нашей семье так получилось. То есть Оля у нас в силу того, что маленькая, глупенькая. Настя вроде бы как помощничка, большая. А Оля маленькая, глупенькая. Вот у нее всегда доступ к Насте. А у Насте доступ только к маме, к папе. И Оля через Настю к маме с папой имеет доступ. Самый близкий ее существовал в нашей семье кот Маркиз. И вот то для нас стало толчком. И вот мы действительно поняли в тот момент. Надо что-то менять в нашей семье. Именно по отношению Коли. Казалось бы, одна семья, да? Одно воспитание. Обеих мы в дочерей любим. Что-то не сработало. Где-то допустили прокол. То есть вот эти вот проколы важны. Причем это мы допустили родители проколы. Это не она. Она просто предиагностировала наше семью. Как она это видит. Хотя мы могли всем сказать, нет, мы идеально, мы дети одинаково любим, одинаково воспитываем. Мы так считаем. Увидел свою семью вот так. Это ее взгляд. Поэтому тут понимаете, можно на эту точку спорить. Много споров. Знаете, мы почему-то видим, что работает она. Работает этот диагноз. Сделайте с вами детьми, посмотрите. Ну или подождите следующую тему семинаров, когда мы будем проходить подробно какие-то тесты для детей, для супругов. Ну и сейчас уже можно это сделать. В принципе, такой простой тест. Можно попробовать сделать на начальном таком этапе уже без всяких там вычуров, без всяких каких-то там ключей и проекций, а просто посмотреть первым взглядом, так сказать, в первом приближении. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансом. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok